Всем привет, ребята, с вами снова Хик, и сегодня я вам расскажу о всех отсылках к Пятнице 13 в серии игр GTA. Присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем! Вряд ли Пятница 13 ассоциируется у вас как день неудач, или то, что в этот день произойдет что-то страшное. Вот у меня, например, эта дата ассоциируется с фильмом Пятница 13, где главный герой-маньяк Джейсон Вурхис. Скорее всего, не у меня одного, ведь Рокстар в своих играх тоже оставили немало разных пасхалок и отсылок к данному фильму. Как мы знаем, Джейсон Вурхис, великан по 2 метра, носит хоккейную маску и расчленяет своих жертв с помощью мачете. Хоккейные маски были впервые предоставлены в GTA Vice City. Хоккейную маску носит главный герой Томми Версетти во время миссии The Job. Также хоккейную маску можно найти в клубе Малибу и в самих апартаментах Томми Версетти на Ocean Avenue. Да и вообще в игре есть мачета, можно вообще в Джейсона перевоплотиться и резать их на куски. В GTA San Andreas прямых отсылок к фильму мне найти не удалось. Хотя на стороне имеются куча разных хоррор-модов, различных миссий, да и вообще некоторые люди считают, что это именно дом маньяка Джейсона. Именно он виноват в том, что иногда прохожие прыгают с горы Чилиад в надежде покончить с собой и не быть убитым самим Джейсоном. И полностью отказываются от того, что это косяк со стороны разработчиков, да и просто неправильно написанный код. И чё, мы слегка отошли от темы. В GTA San Andreas различные кинотеатры демонстрируют фильм под названием... Чавк Тибетс. Забитый битами. Порнографический фильм ужасов. Это может быть отсылкой на множество мифов, но у всех есть одна общая черта. Все ссылаются на поджанр данного произведения. Это слэшер. Так, на заметочку, фильм о Джейсоне является частью данного жанра. Ну и кто смотрел фильм, тот знает, что там достаточно постельных сцен. В GTA Liberty City Stories Тони может носить наряд, похожий на костюм Джейсона. И этот же наряд называется 13-м в мультиплеере на PSP. Топ подтверждает, что это действительно является отсылкой к фильму о пятнице 13-е. В GTA 5 аналогичная маска возвращается. Её можно приобрести в любом магазине масок. В отличие от хоккейных масок в предыдущих частях игры, которые были не прямилинейные, эта маска является преднамеренной отсылкой к Джейсону. У неё даже схожий дизайн с той, что была в фильме. Хоть и в игре существует точная копия маски Джейсона, ещё никому не удалось доказать существование его в игре. Тем не менее, можно купить мачете, который является сигнальным оружием Джейсона в магазине Амунации. И так же, как и в iCity, кромсать всех и вся. Вот такой маленький, но тематический видосик получился. Если тебе было интересно, то обязательно поставь лайк, можешь подписаться на канал и написать комментарий, является ли для тебя пятница 13-е каким-то необычным странным днём. Будет очень интересно почитать. А с вами был Хик. Хороших выходных! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Субтитры создавал DimaTorzok